Я приветствую всех, кто решил это посмотреть. На календаре последние дни марта это значит, что весна по стране идёт. И хотя у нас на Урале это ещё не так заметно, и сегодня днём была настоящая зимняя метель, но, тем не менее, уже всё-таки тепло, и думаю, что через пару недель у нас скроются многие реки. То есть самое время накачать лодку и подготовить её к сезону. Именно об этом сегодняшний ролик я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями, воплощёнными вот в этой лодке, этакими ништяками или лайфхаками, кому как больше нравится. И я никому ничего не навязываю и никого никуда не агитирую, просто хотел бы показать, как это сделано у меня, а вы, может быть, сделаете ещё лучше. Вот эта вот лодка, это байдарка Аргон от компании Тайм Триал. И это непростой Аргон, можно сказать, кастомный Аргон. И ведь тены хороша, вот эта самая компания Тайм Триал, что там можно сделать лодку с учётом именно ваших пожеланий. И обзор на эту лодку я обязательно сниму, как только мы с ней вырвемся на волю. А пока вот так вот пройдусь от носа до кормы, покажу вам те самые полезные мелочи, которые, я надеюсь, кому-нибудь пригодятся. Что-то сделано на заводе, что-то я допилил уже дома. И давайте по порядку. Вот здесь, на краю полудеки, вы видите, вот такой вот виниловый ромбик. Это не что иное, как волноотбойник. Вот такой вот мягкий, довольно высокий волноотбойник. С помощью вот шнурочка, вот такого, зацепленного за носовую ручку, он вот так поднимается. Вся его высота тут, по-моему, 200, ну вот так вот будет, там 170, наверное, высота. Вот такая штука. Я раньше делал такие волноотбойники, еще 80-е, на брезентовых деках, каркасных байдарок. И, в общем-то, он работал. Думаю, что и здесь вот так вот работают. Большое спасибо специалистам из Тайм-Триал. Я им послал вот так вот эскизик. Они меня прекрасно поняли. То есть, вы видите, здесь выкроен вот такой вот ромб. Он чуть согнут. Одна сторона приклеена, другая здесь вот подогнута. И вот здесь кармашек посередине, в месте сгиба этого, значит. И вот сюда палочку вставляем любую, карандашик можно. Подтягиваем шнурочком, можно резинкой. Все, у нас стоит довольно жесткий вот этот волноотбойник. Чем больше вы тянете, тем он жестче. Единственное, что я-то планировал вот этот вот кармашек. Вот вы видите, здесь петелька из винила. Они петельку-то сделали. Я-то планировал, чтобы вот этот кармашек закрывался. Ну, чтобы вот эту палочку, эту жесткость не потерять. Но это недолго сделать, вот эту палочку отрезать. Или любую другую там авторучку ставить, карандаш. Но когда, ребята, ставим триал, мне воткнули вот эту пластиковую палочку, и она вот так торчит. И вот это меня навело уже на дальнейшее размышление. Я взял вот такую вот жилу, алюминиевую жилу, виниловой изоляции от кабеля сечением 25 квадратных миллиметров. То есть это там около 6,5 миллиметров в диаметре. Взял лёрку на 1,4 дюйма. Лёрку такую я купил на Алиэкспресс специально, потому что это штативная резьба. И вот на этой алюминиевой палочке я нарезал штативную резьбу. Дальше переходничок от экшн-камеры. И вот уже наш волноотгойник становится ещё по совместительству штативом. Вот видите, получился такой нормальный штативчик для экшн-камеры. То есть если здесь вот посадить ещё переднего грибца и поручить ему быть оператором, то он будет вполне хорошо справляться с этим. Ну а одному придётся немножко тут прыгать, кнопки нажимать. Тем не менее, вот она не болтается ничего, потому что она жёстко. Вот эта вот у нас экшн-камера на этой резьбе, она довольно жёстко закреплена. И всё, и пожалуйста, снимайте. Хочется себя снимать, значит вот так снимайте. Вот такая вот получилась, случайно, в голову забрела мысль, и получилась вот такая вот дополнительная функция этого волноотбойника. Чем он лучше? Ну, наверное, тем, что, во-первых, повыше. Во-вторых, он мягкий, его складывать легче. И то, что повыше, он, я надеюсь, будет несколько эффективнее. Ну, по крайней мере, те брезентовые волноотбойники 80-х, они вполне справлялись со своей функцией. Поехали дальше. Ну вот, идеи рождаются на ходу. Сейчас вот только загнул вот этот, взял пополам, согнул этот волноотбойник, чтобы показать вам дальше вот край полудыки. А он, оказывается, сам вот так вот самостоятельно стоит, если его согнуть вдвое. Я об этом даже, если честно, не знал. Вот, пожалуйста, он стал ниже, ну, где-то 80 мм вот так вот в высоту стал. И, тем не менее, он остался вполне функциональным волноотбойником. Ну, давайте дальше. Дальше, вы видите, у меня закреплен вот здесь тент. Вот этот тент я ещё в прошлом году сделал. Я не стал ничего кроить и резать. У меня просто был кусок купленного вот этого Оксфорда, ткани вот этой, 2 метра было. То есть при ширине 1,5 метра у меня был кусок на 2 метра. Я ничего не стал резать. Просто вот из-за того, что мне захотелось, ну, иметь вот такой вот тент универсальный. Сейчас я его могу снять с лодки, и у меня будет 2 на 1,5 тент, ну, прямоугольный. Я его могу повесить где угодно. Потому что вот эти вот крепежи для лодки я просто-напросто отступил там 300 с чем-то миллиметров. И вот, ну, вот между этими полосками, вот между этой строкой у меня 750 миллиметров. И вот здесь закреплены вот такие крючки на кусочках резинки. Вы видите, я их за леерную обвязку, а к полудеке этот тент у меня закреплен с помощью замка. Я купил вот этот замок, водонепроницаемый молния, и все, и его... Вот он разъемный. Тент я снял. И вот, вы видите, вот на краю петелька. Дальше отступил, вот их 350, так скажем, и пошла стропа с крючками, с петельками. До самого конца. И вот этот тент, конечно, он мне не нужен двухметровый, так скажем. Он мне не нужен даже, когда я сижу один в лодке. Он длиннее, чем это. Ну, и не буду же я его резать, я его подогну спокойно. Но ноги он мне закрывает. Но когда я выйду из лодки, он закроет и мое сидение, заднее сидение. Вполне закроет, ну, мало ли что, там от дождя или еще что-то можно прикрыть. И просто стало жалко. Он же вот сейчас... Я его снял, я его могу пойти и повесить где-то там, растянуть на веревочке, на деревне. И будет то же самое. Ну, в общем, будет тент. А здесь просто-напросто вот эту половинку замка я приклеил, пришил к полоске. ПВХ полоску отрезал 40 миллиметров. И вот как раз вот тут получилось 600 миллиметров вот этого полудека. И 600 миллиметров замок у меня погодился в магазине, нашел. И все, я вот пришил, приклеил. Он мне не мешает никак нигде. Вот такой крепеж съемного фартука из Оксфорда у меня получился. Конечно, если будет тут второй гребец, возможно, это будет слишком длинный фартук. Ну, подогнуть можно туда, убрать лишнее в нос. Я полагаю, что ничего такого сложного в этом нет. А тем не менее, отбрызг он эффективен. Я опять же повторюсь, в прошлом году я этот фартук уже испытал. То есть, та вода, с которой не справился в прошлом году, была на отбойни. Она попала на тент, просто взял, встряхнул с тента и поехал дальше. Вот и все, и в лодке как бы этой лишней воды нет. Поедем дальше. А дальше я хочу показать вам несколько необычный пяточный упор. Вот здесь вы видите, или не видите, не знаю. В общем, вот это вот бедренный упор и Д-кольцо или полукольцо бедренного упора находится ровно над вот этим вот полукольцом пяточного упора. Именно так попросил я сделать специалистов из компании Тайм Триал. Вот здесь вы видите еще одна пара. На расстоянии 300 мм еще здесь, и здесь вот еще один комплект крепежа для упоров и бедренных, и пяточных. Это сделано для того, чтобы менять, варьировать одноместную лодку и двухместный вариант. То есть, когда эта лодка будет, если здесь будет второе сидение для переднего грибца, то она будет как раз вот здесь находиться, где сейчас вот у меня эти пяточные упоры. А упор я смещу вот на эти кольца. Для чего они сделаны вот именно так? Для того, чтобы использовать более широкий вот этот вот пяточный упор. Дело в том, что вот мы, как правило, сплавляемся или ездим на рыбалку в лодке, как правило, в болотных сапогах. Пусть это сейчас, конечно, легкие из ЭВА сапоги, но тем не менее это болотники. И вот эта трубочка, которая лежит вот здесь внизу, как бы над самым надувным дном, она, в общем-то, плохо цеплять пяткой, каблуками этих болотников. А вот такая вот широкая полоса из ПВХ, из жёсткого, гораздо лучше. Здесь получается, что я использовал две стропы, два кусочка стропы, и закрепил вот эту широкую полоску и за верхний, за верхнее кольцо, за верхний крепёж бедренного упора, и за нижний. И вот она у меня, с одной стороны она довольно мягкая осталась, но всё равно же что-то стропа и винил. А откуда вот эта штука? Сейчас я вам расскажу. Вот эта вот, вот эта пластина со стропой, не что иное, как спинка с хаттанги Уикенд-двойки, когда мы, значит, первую хаттангу купили, там было полноценное сидение. А вот вторую купили, там вот такие вот спинки предлагались. За шнурочек она вот так подвязывалась, чтобы не упала, и вот должна была держать спину. Вот такая вот хренька. Тут, наверное, 100 миллиметров даже нет. Вот, конечно же, это издевательство. Ага, 80 миллиметров всего. И сейчас, я полагаю, они отказались, компания Stream отказалась от таких спинок. Ну, люди же, наверное, там прокляли, кто попытался с такими спинками ездить. И вот здесь-то она мне как раз пригодилась. Вот здесь-то и самое место. Я пробовал, ну, дома вот сейчас вот посидел. Можно ноги положить вот так сверху, допустим. Можно, и вот тут-то не промажешь. Ее можно несколько ослабить. Ну, посвободнее делать. Сюда она на стропах ослабится. Вы спросите, а как регулировать по длине ног? А ведь у нас вот эта гребенка-то для чего? Вот, вот эта гребенка, на которой крепятся фиштроны, она же позволяет нам, сколько вот тут, через 30 миллиметров смещать, шагом в 30 миллиметров смещать. И у меня вот эта гребенка специально, она и удлинена. То есть она сплошная вот отсюда и до туда. Она сделана длинная, на 300 миллиметров подлиннее. И сейчас я могу варьировать. То есть задний гребец или кормчий или капитан может быть вполне длинноногим. И, значит, и здесь достаточно места. Вот такой вот широкий пяточный упор, полужесткий, так скажем, он и полегче, наверное, трубкой-то. И, думаю, что и удобно. Ну, по крайней мере, мне вот с таким гораздо удобнее. Поедем дальше. Ну вот, друзья, мы перебрались в корму. Признаюсь, было непросто развернуть в комнате байдарку накачанную, но у меня получилось. Сейчас я хочу вам показать приспособление для быстрого подъема руля или стабилизатора курсовой устойчивости вот этого, того самого плавничка, который нам... Вот у меня сейчас установлено, ну, не получается у меня все вместить в кадр. Обычный курсовой стабилизатор, который делает компания Тайн Триал. Маленький беленький плавничок. И они предлагают с ним вот такой шнурочек. И сейчас вот этот шнурочек у меня вот здесь продернут, полукольца, и до туда он у меня там, значит, свободно болтается. И они предлагают карабинчиком, вот здесь на шнурке стоит регулятор вот такой вот этой длины, зажим, и они предлагают карабинчиком куда-то зацеплять там за какое-то полукольцо и так далее. Но я, насколько помню, вот те времена, когда мы сплавлялись на байдарках каркасных, мы не убирали руль, в общем-то, на спокойном течении где-то. Это, в общем-то, хорошая штука. Руль, он стабилизирует действительно тебя на курсе и позволяет, в общем-то, грибцам грести как попало, а капитану рулить как надо. Но как только какая-то возникает опасность, какой-то славный участок, где надо управлять, выруливать и так далее, там может быть не просто лишним этот руль, этот плавник сзади или вот этот курсовой стабилизатор, он может быть даже как бы опасным, когда вот, ну, как-то, помню, нас боком поставило на камнях и рулем стало еще доворачивать. Я там это поползком на корму, чтобы поднять этот руль. Ну, застряли мы как-то на одной плотинке. Вот. И после этого я тогда сделал экстренный такой подъем руля, который сейчас вот покажу вам, я сделал и на этот вот курсовой стабилизатор. То есть, вот этот шнурочек оставим, карабин зацепил там за этот заплавник. Я взял вот одну петельку, буквально взял вот 100 миллиметров стропы и вот так вот и петлей сшил. За нее привязал шнурок, который идет, ну, вот эту тягу подъема стабилизатора, плавника этого. И за нее же привязал примерно метр круглой резинки. на резинку повесил карабин. То есть, эта резинка будет тянуть, поднимать вот этот наш плавник. А чтобы она его не тянула, когда он нам нужен, ответная часть пастекса, примерно 250 миллиметров петелька, и ее тоже сейчас вот закреплю на полукольцо. И как это работает, я покажу вам, попробую, чтобы это все вошло в кадр. Ну, то есть, работать это очень просто. У нас закреплено вот это вот, опущен стабилизатор, а резинка в это время натянута. Натываем, у нас резинка тянет шнурок с плавником. Сейчас я это смонтирую и покажу вам. Ну, вот, резинку я закрепил за полукольцо. Здесь вот, за вот это полукольцо это крепеж бедренного упора. Из-за него же вот так вот на удавку петлей петельку бросу и вот этот вот, видите, фастекс. Сейчас я подтянул вот этот вот плавник через вот, ну, нашу тягу, вот это. Вот у нас тяга плавника курсовой устойчивости. Вот, я ее подтянул, отрегулировал так, что, вот этим зажимом, так, что, когда резинка ослаблена, то есть, она натягивает, полностью поднимает стабилизатор. А дальше мы берем за вот этот фастекс, так, минутку, а, вот, вот, видите, у нас на резинке фастекс. Берем его и так вот раз и застегиваем. У нас опустился наш плавник. Вот, видите, тросик ослаб, и плавник у нас в воде там. Он стабилизирует нашу курсовую устойчивость. Впереди у нас шивера какая-то, а здесь у нас резинка. Вот это метр резинки завязанный, согнутый вдвое. Впереди у нас какая-то шивера, какие-то коряги. Хоп! И у нас плавник поднялся. Вот это вот натягиваем резинку, ослабляем трос вот этот, на котором у нас стабилизатор. Что-то случилось, легким движением руки хоп! Стабилизатор поднялся. сейчас попробуем как-то сместить лодку, чтобы показать вам, как прыгает стабилизатор. То есть, ну, этим же карабином через колечко подцепил, и всё. Сейчас у нас фастекс застёгнут, и резинка натянута. Отцепляем фастекс, плавник поднялся. Здесь вот эта вот штука, ну, мне как бы не очень нравится вот эта опора тем, что она довольно свободно болтается здесь. И, наверное, я тут что-то переделаю, и когда переделаю, я вам обязательно покажу. Мысли у меня уже есть некоторые. Конечно, по большому счёту мне не очень не нужен курсовой стабилизатор. я редко по стоячей воде езжу, а на реке в общем-то ей так нормально. Я привык ездить на плоскодонке уже, и меня нисколько её рыскание ни капли не напрягает, не смущает, и даже не обращаю на него внимания. Но, в принципе, попробовать стабилизировать лодку можно именно этим же методом, стабилизатором. Единственное, что мне хотелось бы вот эту опору попробовать поменять для начала. И есть вот такая штука для винилых лодок. Она называется опора тента. Ну, винила, литьё. И спасибо моему заучному ютубовскому знакомцу, можно сказать, приятелю и коллеге по увлечениям, анатолию, который мне об этой штуке рассказал. Я поискал в интернете, ну, как бы, в интернете близко нету, а у них в городе есть. Он мне купил, и я попросил купить пять штук, вот четыре штуки на всякий случай, то есть использовать, возможно, как действительно опору тента. Ну, мало ли, что мне взбредёт в голову. Вдруг я захочу L-образную мачту поставить на лодку и так далее. А вот одну из таких опор я уже вот так вот примерил. Взял кусочек двухмиллиметрового алюминия, пластинку вот так согнул пополам и просверлил вот под этот же пруток, который является крепежом и осью курсового стабилизатора. И вот скорее всего, что буду с ней ездить. Если я и буду ставить плавничок, то буду наверное вот с ней. Попробую по крайней мере. Я не буду её клеить. Там её в общем-то нехорошо клеить на кормовую оконечность. Она же неровная. Там такой радиус большой. Просто вот как сама опора. Во-первых, она поплотнее встанет. Во-вторых, она не будет елозить по винилу, по шкуре лодки. Но это в общем-то такие мелочи совсем не обязательно. как идея может кому-то понадобиться. Вот такая вот штука. То есть вот такая опора и пластинка из алюминия. Ну вот это наверное всё по лодке. разве что вот ещё раз покажу. этот рюкзак кто-то может не видел. Этот рюкзак сделали мне в тайм-триал по моим эскизам и люди знающие в общем-то обсуждали его и сказали вот не хватает вот тут в верхней части ручки. Ну ладно, я согласился. У меня что-то валялось вот эта ручка от фотосумки. Вот на фотосумке она была громоздкая, а здесь как родная вот пришёл она даже в размер оказалась. И что касается объёма ну сомневались о том, что этот рюкзак маленький 120 литров. Во-первых эти 120 литров я как бы это в уме как бы посчитал. Никто его не мерил его объём. А во-вторых лодка вот эта довольно большая лодка с надувным вкладным дном аргон 385 он туда входит спокойно туда же входит и насос и довольно объёмный жилет. Так что этот рюкзачок вполне на этом у меня всё. Готовьте ваши лодки и несите их к реке. Весна идёт! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова